Германия не хочет допустить ударов ракетами «Таурус» не только по России, но и по Крыму. Об этом в интервью Sky News заявил министр обороны Британии Гранд Шепс. По его словам, Берлин не позволяет применять его, то есть свое оружие, в Крыму. Великобритания же, по его мнению, продемонстрировала лидерство в вопросе, после чего некоторые другие страны последовали нашему примеру. Это цитата. Дмитрий, а как вы думаете, что это за… что за страхи такие немецкие? Ну, боятся. Во-первых, в Германии есть страхи, исходя из того, что еще каких-то там 80 лет почти Германия была повержена на поле боя коалицией с Советским Союзом, США, Германии, Великобритании и Франции. И эта память генетическая об этом тоже много мешает им сделать. Кроме того, в Германии сильна русская агентура, в высших органах власти. Ни для кого не секрет, что Шрёдер явно был агентом России. У меня лично мое убеждение, что и Меркель была агентом России, на всяком случае ее поведение говорит… Кричит об этом! Кричит! Вот, наверняка много людей, связанных с ними, до сих пор в руководстве Германии. Кроме того, Германия была топ-приоритетным финансовым, экономическим партнером России. И денежки шелестели вовсю для немецких политиков тоже. Это ряд факторов таких. Но у Великобритании есть большие яйца. Великобритания не боится ничего. Великобритания сказала, что нашим оружием можете бить куда хотите. Она это заявила официально. И я не удивлюсь, если Великобритания закупит у Германии или у кого-то еще то, что нужно для Украины, и просто передаст Украине от своего имени. Я не удивлюсь. Я еще раз хочу сказать, смотрите, если уйти в ретроспективу, даже отбросим то, что я знаю, уйдем просто в логическую ретроспективу. Боже мой, джавелины и энлавы, энлавы, энвэй, не помню, как она уже называется, казались счастьем. Немцы каски нам присылали, каски, до начала войны. Какие атакамсы, какие F-16, какие леопарды и абрамсы? Что там еще было? Да вообще, вы что? Какие шторм шедоу? Посмотрите, как все менялось в течение времени. Поэтому я абсолютно уверен, даже уходя от моих знаний каких-то, я абсолютно уверен, что все будет здесь. И все будет лететь на их поганые, тупые головы русских. Другого варианта же нет. Никто не собирается проигрывать в Украине на поле боя. Ну, никто. Ни мы, ни Запад. Запад не сумасшедший. Если там еще в России кто-то о чем-то пытается думать, я вам хочу сказать просто. Запад не сумасшедший, чтобы после краха в Афганистане потерпеть фиаско в Украине. Все услышали. Уважаемые зрители, если вы еще не нажали лайк, нажмите прямо сейчас. И в комментариях, пожалуйста, напишите, где вы проживаете, где вы нас смотрите. Очень интересная география от Канады до Новой Зеландии. Всегда интересно. Вы видите новые какие-то точки на земном шарике, где нас смотрят. Ну и, конечно, очень приятно увидеть такую перекличку в каждом эфире в комментариях. Следующая тема. Путин побывал с визитом в Пекине и сказал приблизительно следующее. Планов по взятию Харькова у нас сейчас нет. Это цитата. Мы создаем санитарную зону на границе из-за обстрелов Белгорода. Нас обвиняют в том, что мы не хотим участвовать в швейцарской конференции. Так нас не приглашают. Они хотят всех убедить, что лучшие предложения – это какие-то украинские условия. А потом предъявить это нам как ультиматум, потому что так считает весь мир. Мы будем исходить из реалий на земле. Пусть Макрон сначала ответит, будет ли отправлены в Украину французские войска. А потом мы будем рассматривать дальнейшие варианты. По пунктам, Дмитрий. Говорит, нет планов по взятию Харькова. Блефует, врет, как обычно. Или действительно не имеет таких планов. Значит, по пунктам. Первое. Говорю постулатами, аксиомами. Что такое аксиома? Утверждение, не требующее доказательств. Верить Путину нельзя. Путин всегда врет. Это первое. То есть, если кто-то всерьез прислушивается к его словам и делает какие-то выводы, исходя из сказанного им, перестаньте это делать. Он врун. Верить нельзя. И, исходя из этого, стройте свою политику. Первое. Второе. Он не претендует на Харьков. Конечно, он претендует на всю Украину. В чем тут один отдельно взятый Харьков? Он претендует на всю Украину. Ему нужен не просто Харьков. Ему нужна не просто Одесса. Ему нужен Киев. Ему нужен Львов. Ему нужна вся Украина. Это его глубинная задача и цель. Иначе он просто жуткое поражение потерпит. Поэтому Харьков у него просто не получается взять. Это второй вопрос. Поэтому он и говорит, что нам не нужен Харьков. Не получается взять Харьков. Верой этому мудаку нет. Никакой. Есть одна лишь ненависть и презрение. Больше ничего. Никаких эмоций. Говорит, не зовут в Швейцарию. Значит, саммит мира. Говорит, не приглашают. Хотя до этого он говорил, что мы не поедем, даже если нас позовут. Как думаете, он сейчас заинтересован в каком-то формате переговоров? Или только ультимативно, и вот то, о чем вы сказали, захват полной территории до Львова и Ужи? Он заинтересован спеть посвящение Муаммару Каддафе. «Позови меня с собой». Вот это будет звучать логично. А что его звать? Кто он? Человек, который считает себя президентом России. А на самом деле международный военный преступник, объявленный в розыск трибуналом Гааги. Кто его может звать? Ну, его арестуют в Швейцарии. Как Швейцария может его звать? Кроме того, западные лидеры собираются решать вопросы без Путина. Зачем он им? Он кто? Конь в пальто. Причем педальный. Он им зачем? А что за отсылка к Макрону, Дмитрий? Как думаете, почему он упоминает Макрона и французские войска в Украине? Ну, потому что ему болит это. У кого что болит, тот о том и говорит. Потому что если Макрон всерьез заявляет о том, что в Украину войдут французские войска, то Макрон не идиот и не лгун, чтобы такие вещи, такие слова бросать на ветер. Путин не понимает, что западные лидеры такого класса, лидеры таких ядерных держав, как Байден, как Макрон, как условно Сунок и так далее, у них в культуре нет вранья. Они не могут врать априори, они могут не сказать, они могут завуалировать, они могут намекнуть. Но если Байден говорит за пять месяцев до начала войны в Украине, что в Украине будет война, говоря это, он ставит на карту серьезное отношение к себе и к Соединенным Штатам Америки. Когда такая величина, президент США говорит что-то, когда Байдена спрашивают за день или за два, я не помню, будет в Украине война или нет, он говорит да и уходит. Он же тоже не идиот. Когда говорит да, он сказал да. Это я идиот, что не услышал его да так, как должен был услышать. А он нет. И когда Макрон говорит о том, что войска Франции могут оказаться в Украине, он тоже не блефует. И Путин это понимает. Поэтому он об этом и говорит. Он понимает, что этим в результате и закончится. Когда войска ряда стран, пяти или шести или семи, а может и больше, просто войдут в Украину и помогут Украине решить свои вопросы. А что мы не знаем примеров, когда войска входили разных стран куда-то? А что Украина это какое-то особое место, куда не могут они войти? Я хочу сказать, что первое, Путина уже в мире никто не боится. Второе, Путина в мире никто в грош не ставит. И третье, если ситуация, не дай бог, стучу по дереву, сложится для нас плохо, войдут, глазом не моргнут. Но, даже если она сложится для нас хорошо, она сложится для нас хорошо, они всё равно войдут. Мало того, многие уже здесь. Мы уже здесь. Как в анекдоте. Продолжение следует... Продолжение следует...